А сегодня на сцене нашего театра оркестр будет управлять главный дирижер концертного оркестра Сеула, Южная Корея, профессор Государственной консерватории Узбекистана Нотхэ Чоль. Маэстро Нотхэ Чоль родился в городе Пусан, Корея. Получил образование по композиции и дирижированию в консерваториях Кореи, Австрии, Германии и России. Профессиональную деятельность он начал в камерном оркестре Гайм в Венгрии. После этого дирижировал оркестрами многих европейских стран, Австрии, Германии, Чехии и других, а также России, Кореи, Канады и США. Нотхэ Чоль является инициатором и организатором многих творческих проектов для одаренной молодежи, фестивалей, способствующих укреплению дружественных связей между государствами. Мы рады приветствовать его на нашем фестивале в Казахстане. Сергей Васильевич Рахманинов написал пять произведений для фортепиано с оркестром. Второй фортепианный концерт был создан в 1901 году и до сих пор считается одной из величайших вершин классической музыки, вдохновляет современных музыкантов и композиторов. Сегодня для вас в нашем театре Сергей Рахманинов. Второй фортепианный концерт. Оркестр Чемкенского городского театра оперы и балета. Дирижер Нотхэ Чоль. Солист Евгений Михайлов. Спасибо. 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 Девушки отдыхают Девушки отдыхают Спасибо вам большое за такую любовь к музыке Сергея Васильевича Рахманова И я еще раз хочу сказать, что мы все присутствуем при довольно уникальном моменте Когда на казахской земле звучит музыка русско-американского композитора Усилиями корейского и русского музыканта Я люблю, что канцелет шумкент Я очень рада, что музыкант очень добрый музыкант Это самый главный Я уже уверен, чем кельц Мы увидимся еще раз Самый главный зритель Если вы приглашаете, я приглашаю Спасибо, Сергей Рахманов Спасибо, маэстро Ивгене Михаил Маэстро, ноут Эйчел Спасибо вам за такой теплой поддержкой Прохожите, как кельцэши Изначально Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну сейчас же повсеместно везде идет какой-то выходить на какой-то там доходочек, самоупайно. И здесь вот во многой части страдает уже сама вот музыка, а чудам, да, качество времени, спектаклей. Потому что, например, молодежь не будет ходить на такую кластику. Они делают уже более как современные. И постепенно, постепенно, получается, скатываются. Да, 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 да. Ну там уже молодежь, где там солдаты, где там уже полугода. Здесь бой, да, да, да. Действительно, а вот сама вот эта чистая, сама музыка, чистая классика, ее действительно очень мало сейчас. Это путь очень опасный. Да, конечно. Ну, действительно, мы вот сегодня в очередной раз убеждаем, что вот нашему зрителю, именно шимкейнскому зрителю, требуется вот классика, да? Ну и вот, конечно, посмотрите, как они долго могли уйти. Да, да, да. Да, да. Мы с Махамедом и Дуас прям стояли и обсуждали, что действительно, оказывается, нужно прям классику уже побольше давать. Потому что уже зритель скучает по нему. Ходимте посмотреть, в этом направлении работать. У нас в Шимке есть Китадель. Да. Там эта историческая, такая красота. Я смотрю, а потом говорю, почему здесь не делают опен-эйр, опера или какой-то фестиваль, да? Я им тоже сколько сказала, надо там делать, надо. Тем более, когда климат позволяет, да? У нас, например, мы летом в Казани иногда делали опен-эйр с оркестрами симфоническими. Каждый раз, когда начался концерт, шел дождь. Это просто ужас. У нас в Астане то же самое было. Музыканты так жмутся, им прямо в контрабасы вода льется. У нас в Астане то же самое всегда было. Да, да. Шел самое. Готовимся, готовимся. Всю неделю там репетиция проходит, жара. Вот этот день концерта, как дождь пойдет. И инструменты под дождем оставаются. И сами артисты балет танцевал подает. Вот так вот все течет. Когда, помнишь, как читал, да? Бринансарова опера. Вот мы. Режиссер сделала вот такое дерево, да? Там это есть, когда дроза. Вот так, да? Он ломается там, да? Потом вот это. А вот этот день мы прямо на горы, да? Вpmстане. На настоящей грязні. Настоящую грязну. Постаньте? Потом дождь прямо… На эту дождь я пою! Внимo! На 576しゃ 건 раз звукнах «Qué đубово» Вот так вот течет! Все, телевидение все снимает, все, люди сидят, президент сидит, вот так… Я прямо с этим костюм полностью мокрый. А здесь возможности больше. Здесь всегда тепло, солнечных ранее больше. Редом дождей нет, да? Нет, нет, но не так много, конечно. Сейчас будем смотреть. Зима совсем. Это как наша весна, как Астана. Очень мягкая зима здесь. Ну, все-таки Open Air не зимой. А где-нибудь в мае замечательно. У вас в мае меньше дождей, чем летом? Или больше? Меньше, да? У нас вот меньше, например, мая. Майя вообще прекрасно. Летом жара. Особенно июля. 50 градусов жара здесь.